Дорогие друзья, соратники, братья и сестры, поздравляю вас от лица всех русских людей Союза Православных Рубиностов, Союза Православных Братов с нашим великим праздником, днём иконы Казанской Божьей Матери и с другим великим праздником, с праздником Русского Марша! Люба! 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 Здесь, на этой сцене, сейчас с нами, хорубь первого русского царя Ивана Васильевича Грозного. Вот она! Это хорубь необычайна. Мы привыкли к изображению царей с мечами в руках, в царском облачении, шапка Мономаха, имперская корона. Здесь же мы видим царя в схеме, ибо знаем, что последний отрезок своего времени он посвятил Богу, так же, как, впрочем, и всю свою жизнь, потому что служение России – это и есть служение Богу. Сейчас вокруг этого дня, дня Казанской иконы Божьей Матери, объединились, как бы, важнейшие события нашей истории. Это, прежде всего, открытие памятника Ивану Грозному в городе Орёл. И с этого памятника, уверяю вас, Грозный русский марш пройдёт по всей земле русской. И давайте требовать от властей установления памятников первому русскому царю во всех городах и весях. Ибо что же это получается? Во всех городах, посёлках, во многих деревнях стоят истуканы Ленина, этого, значит, да, богоборца, и как же это, дьявола, дьявола. Что, собственно, должно произойти? Образ дьявола должен быть заменён образом Бога. Наместник Бога на земле – это царь. Тем более это важно сделать, прославив русского царя. Должен вам сказать, что Союз Православных Хорубеносов, так же, как и многие здесь присутствующие, уже не одно десятилетие, но, по крайней мере, второе, занимаются восстановлением доброго имени первого русского царя. И Союз Православных Хорубеносов выдвинул инициативу, и пусть она не покажется уж вам более такой фантастичной, установить, рано или поздно ведь так и будет, памятник Ивану Грозному на Лубянской площади. И не только самому царю, а его опричникам во главе с Малютой Скуратовым. Тем самым, Люба, вот именно Люба, русскому человеку это очень будет. И Грозный русский марш пройдет по всем городам и весям, там, где идолище поганое ленинское стоит, там должны стоять, значит, памятники русским царям, и прежде всего Иоанну Васильевичу Грозному, первому русскому царю, да, совершенно верно, опричникам. Ведь надо заменить только фигуры, как я уже говорил, образ дьявола на образ Бога. Постаменты, после того, как они будут освящены, а они везде, эти постаменты, после того, как они будут освящены, уйдет из них скверно и останется заменить только фигуры. Представляете, какой огромный грозный русский марш ждет нас? Сиеда, буди, буди, аминь. С праздником еще раз! Слава великому русскому Грозному маршу! Слава России! Слава опричнине! Аминь! Аминь! Ура! Слово предоставляется для приветствия Александру Васильевичу Холину, Союз Казаков России. Я еще раз поздравляю, друзья мои, всех с праздником двойным. И еще такой праздник, что мы вышли все, русские пришли сюда. Кому не чуждо наше Отечество, все здесь. Но к нам присоединятся еще тысячи, потому что мы сегодня празднуем свободу, русскую свободу. Свободу русским заключенным! Свободу русским заключенным! Ибо не арестовали бы ни Етишева, ни Клочкова, ни Барабаша, если бы они не стояли за Россию. Они жизнь отдают за Россию, а им не могут предъявить ни одного уголовной статьи. Свободу полиции заключенным! Свободу полиции заключенным! Русские встанут всегда, как вставали от века до века. И мы встанем и выйдем все! Свободу России! Свободу России! Люба нашей воле! Люба нашей воле! Поздравляю всех! Спасибо! Спасибо! Инициатором проведения этого марша в этом формате был Русский национальный фронт. Флаги его вы видите, в эту организацию входят многие структуры. Сейчас слово предоставляется Владимиру Ивановичу Филину, члену штаба Русского национального фронта. Уважаемые друзья, я всех поздравляю с праздником. Сегодня наш праздник, русский праздник, праздник русского народа. Мы сегодня слышим от власти требования выполнить законы. А сама власть законна? Ей представили ли право закона, право требовать от нас? Данная власть, которая сегодня руководит страной, нелегитимна. Все прекрасно знают, как проходили выборы. И как эти выборы в конечном итоге обернулись для тех, кто реально хочет сегодня изменить ситуацию в стране. Единая Россия взяла верх, используя мошеннический механизм выборной системы. Она сегодня превалирует в Госдуме. Значит, сегодня она представляет интересы народа. А представляет ли она интересы русского народа? Нет, не представляет. И сегодня организованная группа захватила власть. По сути дела, печатаются законы по разбазариванию и по уничтожению русского народа. Масса законов выходит против национал-патриотов. Сегодня за чьих можно попасть в тюрьму? 282-я статья используется во всех вариантах. У нас сегодня за стенках сидят Барабаш, Соколов, Парфенов. По надуманным обведениям сидит Квачков. Восемь лет сидит ни за что человек и еще ему шьют дело. Нужна ли нам такая власть, которая гробит русский народ? Да или нет? Нет! Эта власть должна уйти. Сегодня на место ее должна быть русская власть. Власть, которая думает о нашем русском народе. То, что сегодня происходит в стране и то, что нам рассказывают по телевидению, говорит только об одном. Ложь, лицемерие, лизоблюдство – вот ее истинное лицо этой власти. Она сегодня нам рассказывает о том, что у нас оказывается все хорошо в стране. А то, что сегодня один 21 миллион человек, по сути дела, нищие и по страны у нас бедные, это никого не интересует. Главное, чтобы олигархи покупали себе еще одни виллы, еще одни яхты за 500 миллионов долларов и сделали себе дворцы по всему миру. Сейчас самые богатые олигархи – это русские, хотя нам и говорят, что есть Китай, есть Америка. Но тогда, когда нищает народ, эти жирные коты никак не нажрутся нашей крови. Они все едят и едят. Наверное, надо с них спросить, в конце концов. Мы что вообще, русский народ или мы кто? Мы русский народ! Русский народ должен за себя стоять. И если мы, русский народ, победили в... И мы с вами весь мир, по сути дела, поставили на колени, то нас сегодня с вами вытирают ноги. Наши, внутренние, дорогие, а не кто-нибудь. Нам рассказывают о том, что плохо у нас в Сирии, что у нас плохо на Украине. А кто это сделал, ребята? Кто это сделал? Это вы и сделали. Вы отвечаете за это. Вы несете личную ответственность за это. И вы должны перед судом народа встать за это. Мы должны потребовать от власти, чтобы она ушла. Чтобы новые выборы были. И эти выборы прошли на новом уровне, на новом законе. Не тот закон, который сегодня использован. Мы должны принять конституцию, по которой мы должны жить. Чтобы русский народ воспрянул. А он наоборот. У нас в регионах все больше и больше уничтожается. Поэтому мы потребуем от власти сегодня ответить за свои художества. И требуем провести национализацию всех стратегических ресурсов страны. Чтобы олигархов и дух не было. Все это должно принадлежать народу. И только народу. Долой олигархов. Долой преступную власть. Слава русскому народу. Слава России. Слава России. Слава России. Слава России. На дыму в предании. Ура. Придет русская власть. Придет правительство национальных интересов. С чего она начнет? Проект, разработанный штабом Русского национального фронта. Первые шаги. Вся власть от бюрократии и олигархии переходит к правительству национальных интересов. Приостанавливается деятельность всех партий, а также общественных организаций, сформированных Кремлевской администрацией. Производится немедленный арест лиц, причастных к воровской приватизации, подрыву обороноспособности и национальной безопасности. Вся их собственность конфискуется в пользу государства. Осуществляется смена руководства всех госкорпораций и компаний с государственным участием. Запрещается выезд за границу руководства крупнейших корпораций, бывшим и действующим депутатам, выборным должностным лицам федерального и регионального уровней. Бывшим и действующим членам правительств федерального и регионального уровня, руководству Центрального банка и всех без исключения банков. Проводится проверка вышеперечисленных лиц на причастность к антигосударственной деятельности, а также эффективности использования ими бюджетных ресурсов. Расторгаются вредные для страны международные договоры. Сегодня осуществляется выход из Всемирной торговой организации, из так называемого Болонского процесса, знаете, образовательная система, которая подчиняет нас международным нормам, совершенно для нас непригодным. Военная база и все представительства НАТО на российской территории ликвидируются. Дальше в перерыве я буду читать остальную часть этого проекта. А сейчас слово предоставляется Елене Львовне Рохлиной, фонд поддержки русских политзаключенных. Друзья, соратники, в ближайшее время в Тверском суде будет проходить суд по существу Ольгер Перзов. Это Барабаш, Соколов, Мухин, Парфенов. Самое страшное, 9-го уже суд предварительный, самое страшное, что поручили судебный процесс криворучкой вести. Это такой судья, который находится в выездном списке, в списке Магнитского. Он считается преступником во многих странах. Вы понимаете, что грозит нашим соратникам, если вот этот судья рассмотрит их дело. Из-за этого огромная просьба к вам, приходите как можно больше в эти суды. Вот никакой другой возможности, как вот здесь, высказаться за них в интернете, никакой другой возможности у нас нет. Пожалуйста, около суда, снимайте на телефон видео, что вы там считаете нужным сказать по суду. Объясняйте ситуацию, которая там происходит. Выкладывайте в интернет, перепащивайте, обменивайтесь информацией, теребите олигархогазеты, чтобы они хоть что-то написали о наших политзаключенных. Вот дальше, что у нас происходит-то, у Юрия Анатольевича Якишева суды по мере пресечения, пока еще по существу нет. И там приставы постоянно провокации какие-то устраивают. И вот с очередной провокацией случилось такое, что теперь на меня завели уголовное дело по 297-й статье неуважения к суду. Конечно, никто эти российские суды, этих судей не уважает. За малым исключением там может найтись нормальный человек. Судьи российские всегда поддерживают сторону обвинения. И можно представить, какое количество людей невиновных, не только политических, у нас в стране. И это ужасная ситуация. Я думаю, вокруг нас будет все больше людей, потому что вводятся налоги, несправедливости все больше. И люди будут идти в эти суды. И они узнают воочию, что это такое. Дальше хотела бы сказать про Дину Гарину. Молоденькая такая девчонка, честная и светлая, в Санкт-Петербурге. Дело за делом на нее заводят. У эшников нет террористов, экстремистов, бандитов и олигархов. У них есть Дина Гарина, за которой они носятся. Она водитель троллейбуса с филологическим образованием. Питерцы, пожалуйста, подержите ее как следует. А мы информационно здесь в Москве постараемся. Владимира Васильевича Ковачкова надо поддерживать. Не собираются они его выпускать из тюрьмы. Настолько он своим просто существованием страшен. Ну что, подходите к Надежде Михайловне, спрашивайте, каким образом. Вот мы отправили уже адвокату письма в защиту Ковачкова, который он передаст эти наши письма суду в Мордовии. Так что, огромное вам спасибо. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас создаем русское братство. Вот через это русское братство мы и победим. Огромное спасибо вам за помощь, политзаключенным. Она очень необходима. Все пересчитаем, все передадим. И больше всего, конечно, им необходима моральная поддержка. Когда ты захвачен вот этим олигархорежимом, преследуешься системой, очень важно, чтобы кто-то написал хотя бы письмо тебе, передал привет. И они, конечно, волновались. Выйдем. В каком количестве выйдем мы за них? И мы вышли. Поздравляю вас. Приходите на суды! Они поднялись! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Основные направления деятельности правительству национальных интересов в течение двух лет. Первый пункт – возвращение народу, власти и правосудия. Главы администрации судов, местные милиции и избиркомы назначаются местными советами, избираемыми населением За фальсификацию выборов в любой степени лишения свободы, вплоть до высшей меры наказания и пожизненное поражение в правах Всенародно обсуждается проект народной конституции страны и проводится референдум по ее принятию Проводится кодификация законодательства, вводится прецедентное право, гарантирующее равенство граждан перед законом Вносятся изменения в гражданский, уголовный, налоговый, бюджетный, лесной, водный, трудовой, семейный кодексы Принимается ряд конституционных законов, формируются органы власти нового образца За преступления против народа и государства восстанавливается смертная казнь Госчиновникам запрещается выступать в судах, судья представляет интересы нации Назначение судей отменяется, судьи и общие юрисдикции отбираются из граждан через систему цензов Арбитражные суды формируются ассоциациями предпринимателей Если затронуты интересы государства, судебная коллегия формируется с участием соответствующих государственных органов Из профессиональных юристов формируется корпус судебных советников Судья лично отвечает за результаты судебного процесса и судебные ошибки ГИБДД ликвидируется, ее функции передаются муниципальной власти Национальная гвардия ликвидируется, ее ресурсы передаются вооруженным силам страны Слово предоставляется Соболеву Игорю Дмитриевичу, председателю монархической партии в Московском регионе Участники русского марша Сегодня мы представляем на русском марше монархическую партию России Я хочу сказать, что уже поднимался вопрос о регитивности действующей власти Однако давайте вспомним, что уже сто лет в России нет легитимной власти Мы накануне тяжелых страшных юбилеев Столетия преступного переворота, который прошел в России в 17-м году С этого времени в стране нет легитимной власти Поэтому нет справедливых законов, нет порядка Осуществляется тотальный геноцид народа Об этом нужно помнить Никогда никакие республиканские режимы Никакие режимы, основывающиеся на иностранных идеологиях Попирающие русскую культуру Русскую веру православную Русские традиции не будут заботиться о стране и народе И это естественно Поэтому монархическая партия сегодня Поднимает знамя настоящего подлинного восстановления России Российской империи Потому что юридически Российская империя существует И никогда не прекращала свое существование Но фактически мы сегодня оккупированы иностранной властью Властью, которая с 17-го года приходила на иностранные деньги И приходила по поддержке иностранных разведок Не для того, чтобы сделать Россию великой страной А для того, чтобы уничтожить нашу страну С 17-го года этот геноцид и осуществляется В разнообразнейших формах То в форме коммунистического преступного режима То в форме преступной либеральной власти То сегодня непонятно в каких гибридных вариантах Всех этих разных форм власти Непонятно какой России нужна русская православная империя Великая страна Которая действительно была создана русским народом Была во главе с русским православным царем И защищала свои интересы Росла как великое государство Была мощной силой Которую все уважали и боялись И без этого мы не восстановим нашу страну Не вытащим политзаключенных Не наведем порядка Поэтому сегодня история восстанавливается Но с других позиций Через сто лет Мы должны сделать снова правильный выбор Когда тогда народ обманули Соблазнили преступными системами Пустили на поддержку коммунистов Коммунистов, социалистов Либералов, западников И всякой другой сволочи И теперь мы пожинаем результаты этого всего дела Страна сократилась в численности Сократилась в территории Не имеет на самом деле независимой экономики Финансовая система подчинена Западу Сегодняшняя оборона И так скажем Попытки демонстрировать силу Мы понимаем Не имеют реального основания Потому что народ бедствует Экономика действительно в тяжелейшем состоянии И так и будет Пока Россия не станет русской страной Русской империей православной В АГС русским православным царем И вот это вот и будет Начал восстановления Возрождение великой страны Которую мы все и хотим видеть Обращение к Богу Обращение к православию И придет к восстановлению России Российской империи И придет к восстановлению порядка в нашей стране Поэтому сегодня мы должны понять вот это главное И привести нашу страну к победе За Россию За великую Россию За Россию За империю У нас всего 5 выступающих осталось Поэтому не торопитесь уходить Я понимаю, что замерзли Немножко ничего Немножко потерпите Мы очень быстро закончим Второй пункт Программы правительства национальных интересов Ликвидация бюрократии Госчиновникам запрещается участвовать В любых формах предпринимательства На время госслужбы Все счета и доходные активы А также предметы роскоши Передаются в распоряжение И управление специальной государственной компанией Расходы чиновников и его семьи контролируются Расходы сверх госзарплаты Наказываются лишением права занимать руководящие должности И госпенсии Сокращение государственного и муниципального аппарата По ежегодному нормативу Ежегодное сокращение затрат на государственный аппарат В зависимости от ущерба нанесенного стране Или гражданину чиновникам Наказание вплоть до смертной казни Налоги Налоги на все государственные выплаты Пенсии, стипендии, пособия, премии И на зарплату ниже средней по стране отменяются Налог на минимальную Собственность, квартиру и дачный участок отменяются Упрощается система налогообложения И документы оборота до уровня Когда малое предпринимательство Сможет работать без профессиональных бухгалтеров Среднее обеспечиваться одним бухгалтером Производится замена множества налогов Единым налогом с простой и ясной схемой расчета Налог платит гражданин, а не предприятие Общий объем налогов в мирное время Минимизируется до уровня десятины Слово предоставляется Курьяновичу Николаеву Владимировичу Члену штаба Русского национального фронта Приготовиться Кирилл Николаевич Давайте все громко и вместе Россия, русскую власть! Россия, русскую власть! Россия, русскую власть! Россия, русскую власть! Молодцы! Дорогие друзья, мы в очередной раз Под эгидой Русского национального фронта Проводим наш главный политический праздник страны Русский марш! И вы видите, какое разнообразие Флагов, пропоров и штандартов Это говорит о том, что Пошло объединение русского народа Русской нации Несмотря на то, что У нас есть некоторые политические разночтения Но убежденность в том, что Сегодня, в трудные времена Когда смутное время продолжается В России Мы должны быть вместе Если ты русский, значит ты прав И вы должны понимать Что мы не так просто Ходим русскими маршами И так будет до бесконечности Русский марш это лишь только средство Способ демонстрации нашего национального единства Это инструмент Но наша главная задача Это русская власть Наша главная цель Это сохранение, сбережение И приумножение русского народа Чтобы нас было один миллиард Красивых, сильных, умных, смелых И чтобы все позабыли это поганое слово Россиянин От слова с рассеянными мозгами Что такое русская власть? Коротко Что будет, что не будет И какими средствами мы это достигнем Что будет? Будет для всех счастье Будут рабочие места И причем это будет творческая деятельность Чтобы люди в ней себя могли раскрыть Будет достойная заработная плата Не менее пятидесяти В долларовом эквиваленте тысяч в месяц У нас будет бензин стоить копейки Диз топлива Нам говорят, что Роснефть и Газпром Это народное достояние А мы зададимся вопросом А что же это за такое народное достояние Если народ каждый раз повышает себе цены на бензин и на газ Значит нет никакого народного достояния Они у нас украли ресурсы И теперь хотят украсть Не только наши деньги Но и наши души Об россияне нас Ведя какую-то мифическую российскую нацию Какой-то неведомый российский язык Нет такого в природе Есть русский язык Русская нация И мы ее представители здесь На русском марше имеем честь Произносить наши правдивые и справедливые слова У нас не будет иностранного слова Конституция У нас будет свод русских законов Который будет называться Русская правда У нас не будет рамок и металлоискателей Почему? Да потому что у нас не будет террористов В нашем русском национальном государстве Не будет чужих Ведем визовый контроль со Средней Азией Решим нестандартно, оригинально И политически интересный вопрос с Кавказом Потому что Кавказ Это мина замедленного действия Кавказ это отложенный конфликт И если сегодня урезают деньги для Чечни Из бюджета Это значит говорит о том Что дело швах Что у них денег нет И поэтому они стараются Переложить все тяготы и лишения На простых граждан Оставив в покое олигархов Вводят какие-то налоги На вызов На вывоз мусора Сейчас налог на имущество По кадастровой стоимости Повышение цен на бензин Скоро произойдет Доллар будет стоить 100 рублей Так же как и евро И это будет до бесконечности Потому что они обезумели И они спешат Ибо их власть заканчивается Они это чувствуют Так вот я вам коротко Только тезисно, телеграфно И штрихпунктирно сказал Что будет при русской власти Будет счастье Все будут заняты делом Все будут красивые, умные, опрятные Не будет проблем Чтобы поехать или полететь по стране Отдохнуть или навестить своих родственников Никто не посмеет Оскорблять безнаказанно Наших великих русских спортсменов Никто не посмеет Танцевать свои дикие танцы В неположенных местах Все будет четко организовано Это будет русский порядок Это будет русская власть Которой так боится Нынешняя власть Власть сионистов И она была заклеймена еще На генеральной ассамблее ООН В 75-м году И эта резолюция 33-79 Она просуществовала 16 лет Они ее отменили В 91-м году Но мы знаем Что наш главный враг Это Не внешний Не тот, против кого нас настраивают Наш главный враг Внутренний И это враг Кто? Сионисты Правильно Главное средство Лечения сионизма Это Русский национализм Поэтому я заканчиваю Дорогие друзья Не должно быть никакого уныния Все равно мы их перетрем Перемолотим И в России будет Русская власть Это неизбежно Как гибель Троцкого Бронштейна Слава всем нам Слава Руси Слава России Россия и русскую власть Россия и русскую власть Молодцы и нас слышат небеса И все наши боги И кто во что верит Поэтому всем нашим врагам Скоро конец А нам всем Слава Слава Смерть сиониста Смерть сиониста Третий пункт Ликвидация олигархии Проводится тотальная Национализация Всех стратегических ресурсов Страны Доходы полученные От продажи Природных ресурсов Распределяются На всех граждан С момента их рождения Проект социальной пари Финансовая система Подчиняется задачам Производства Центральный банк Возвращается В подчинение правительству Торговля деньгами И денежными суррогатами Прекращается Ростовщический Банковский процент Запрещается Все банки Преобразуются В инвестиционные компании Сбережения граждан Хранятся исключительно В государственных сберкассах И индексируются Государством В соответствии С изменением стоимости Потребительской корзины Денежный кредит Монополизируется Государством Производится Полная амнистия Денежной задолженности Населения банком Цены для граждан Страны На все энергоносители Внутри государства Устанавливаются На уровне Их себестоимости Происхождение Крупных капиталов Должно подтверждаться Документами При отсутствии сведений О легальном приобретении Прав на крупный капитал Он конфискуется Привозитационные сделки По поводу государства Образующих И градообразующих предприятий Пересматриваются Производственные мощности Конфискуются В пользу государства Организаторы И благоприобретатели Привлекаются К уголовной ответственности С изъятием имущества Антимонопольное регулирование Становится Основным видом Экономической деятельности Правительства Сетевые торговые структуры Передаются в управление Ассоциациям товаропроизводителей Квоты на вывоз Импортных товаров Устанавливаются В зависимости От экономического положения И становятся Равнодоступными Ведущие средства Массовой информации Национализируются Пропаганда Безнравственности Насилия Нетрадиционных культов Преследуется В уголовном порядке Слово предоставляется Мямлину Кириллу Евгеньевичу Члену штаба Русского национального фронта Приготовится Надежда Михайловна Ковачкова Добрый день Дорогие соотечественники С праздником вас всех Поздравляю С праздником вас Но все мы люди земные Начать я хотелось Совершенно с материального Нам всем важно Помнить То что не государство Платит пенсии А это делаем все мы Пенсии выплачиваются Из того что платят Работающие люди Не государство платит Бюджетникам А бюджетникам платят мы Ни Министерство обороны Ни МВД Ни ФСБ Ни даже администрация президента Не имеет своих денег Они тратят наши деньги Они тратят деньги Мои Твои Ваши Всех нас Каждая копейка Потраченная чиновников Это наши общие деньги Роль государства Справедливым Честным И прозрачным Их распределением Между тем Если посмотрите В высоких кабинетах Висят только портреты Высоких чиновников Вместо них Там должны висеть Карта Карта России Карта России Где проживает Миллион граждан Таких как мы Все мы проживаем В нашей стране Русские И другие Коренные народы Но мы Составляем Основное Большинство Нас больше Восьмидесяти процентов Между тем Мы полностью Отстранены От власти Мы полностью Отстранены От управления Нет нашего Представительства Как так могло Получиться В девяносто первом году Не русский Где банки Где банки Являются церквями Где Ростовщики Являются Священниками Где Богатые Святыми А бедных Считают Грешниками Материальные блага Считают Благословением А Богом Своим Они считают Деньги Между тем Еще их Их Собственный Сатанист Маркс Говорил О том Для кого Важным Является Торгашество И Ростовщичество И Чьими И чьим Богом Являются Деньги То что У нас Тот строй Который У нас Сейчас Существует По сути Повторяет Является Новой формой Ересь У жудовствующих Это Абсолютно Официальный Церковный Термин Это тот Режим Который Пытались Вести В конце 15 Начале 16 Века И Все Кто В него Входит Тот Кто Принимает Эта Ересь Становится Жудовствующими Не по крови А по духу И Совершенно Не случайно Что Центром Существующей Власти Ее Стержнем Является Секта Хасидов Которую Небезызвестны Их Собственной Глава Института Ближнего Востока Израиля Господин Сатановский Назвал Еврейскими Ваххабитами Стержнем Идеологическим Стержнем Являются Хасиды Служат им Жудовствующие Еретики Чиновники И олигархи Силовым Прикрытием Для них Является Национальная Гвардия Которая В своем В основном Большинстве Состоит Из Нерусских Людей Для Ее Создания В Чечне Был создан Частный Центр По подготовке Специалистов По подавлению Восстаний Что вызвало Вопросы Даже в Национальном Антикоррористическом Комитете Власть Как таковая Захвачена Меньшинствами Как так получилось Как мы это могли Просмотреть Ведь в Конституции Которую писали Они сами Написано Что власть Принадлежит Народу Как так получилось Потому что Они пишут Законы Для себя Но сами Их не соблюдают Для того Чтобы захватить Власть Они продвинули Так называемые Партии Которые Не оговорены В Конституции И в этих Партиях Суммарно Состоит Не более Четырех Миллионов Человек Это Это Менее Трех Процентов Избирателей И именно Для них Созданы Преимущественные Права При выборах Это Абсолютно Незаконно Это закон Антиконституционен И несправедлив В результате Что у нас Получилось У нас получилось Что В Думу Избраны Только представители Неких партий Получилось Так Что Меньшинство Начинает Получает Преимущественные Права По управлению Большинством И если Посмотреть Даже на явку Даже на официальные Ее результаты 40% Только пришло Людей Голосовать Это по официальным Данам Еще За партию За партию Власти А с учетом Вбросов Вбросов Не более 15% Итого Получается Что здесь Все мы Стоим Те кто Представляет Абсолютное Большинство Победителями Здесь являются Не они А победителями Являются Все мы Все кто Не ходил На эту Имитацию Выборов Результат Может быть Только один Так долго Продолжаться Не может Партии Как таковые Должны быть Отстранены От власти Объявлены Вне закона Власть Должна Быть возвращена Народу Власть Должна Быть возвращена Земским Советом Именно Земские Советы Самоуправления Выстроенные В Иерархию Вплоть до Верховного Совета Являются Легитимными Органами Как таковыми Россию Русскую Власть Спасибо Еще не все Собрались Здесь Из того Большинства Которое Не пошло На выборы Но я думаю Наступит Время И сюда Придет Гораздо Больше Но мы Действительно Представляем Мы не всех Собрали Но мы Представляем Это большинство Которое На выборы Не ходит И не признает Эту власть Легитимной Четвертый Пункт Из программы Правительства Национальных Интересов Возвращение Денег В Россию Хранение Государственных Денег В иностранных Банках В иностранных Ценных Бумагах Запрещается Государственные Резервы Золотой Запас Хранятся Исключительно В России Хождение И хранение Иностранные В России Запрещается Предпринимательство Во шорных Зонах Ликвидируется В международной Торговле Предпринимаются Усилия Для возвращения Золотого Стандарта Пятый Пункт Обязанность Каждого Участвовать Защите Отечества Замена Принудительного Призыва Всеобщей Воинской Учебой По месту Жительства Не имеющие Воинской Специальности Платят Оборонный Налог Получившие Воинскую Специальность Имеют Право Служить В армии Зарплата Солдата Не ниже Средней По стране За боевые Заслуги И увечья Полученные В бою Пожизненные Выплаты Офицер Получает Право Ношения Личного Оружия И обеспечивается Государственным Личным Автомобилем И служебной Площадью Высшие Посты В государстве Только для Прошедших Воинскую Службу По призыву Или по Контракту Шестой Пункт Обязанность Каждого Участвовать В воспроизводстве Нации За воспитание Детей Государством Ежемесячно Выплачивается Зарплата За одного Ребенка Минимальная За двух Две Минимальные За трех И более Среднее По региону Вводится Специальная Надбавка В демографически Неблагополучных Регионах И демографически Неблагополучных Этнических Группах Качественное Контролируется Специальными Государственными Органами И поддерживается Образовательными Курсами И консультациями Специалистов Слово Предоставляется Квачковой Надежде Михайловне Приготовится Евстифееву Сергея Алексеевича Здравствуйте С праздником вас всех Так что получается Русский народ Может Осуществить Свои права Через выборы Не может Может ли Русский народ Защитить Свои права В судах Не может А между тем Существует Всеобщая Декларация Прав человека В преамбуле Которой Говорится Все зачитывать Не буду Но зачитаю Маленький Отрывочек Он самый главный Потому что Выражает Самую суть Всеобщей Декларации Прав человека Принимаю Ва внимание Что Что пренебрежение И презрение К правам Человека Привели К варварским Актам Которые Возмущают Совесть Человечества И что И что создание Такого мира В котором люди Будут иметь Свободу слова И убеждений И будут свободны От страха И нужды Провозглашено Как высокое Стремление людей И принимаю Во внимание Что необходимо Чтобы права Человека Охранялись Властью закона В целях Обеспечения Того Чтобы человек Не был Вынужден Прибегать В качестве Последнего Средства К восстанию Против тирании И угнетения Владимир Васильевич Квачков Одиннадцатый год Он находится В застенках Режима В этом году У него был Юбилей Пятьдесят лет С того дня Как в октябре 1968 года Он принял Присягу На верность Нашему народу Нашему государству И ни разу Не нарушал Этой присяге Я хочу Зачитать Маленький Отрывочек Из его письма Любые Государственные Границы Это явление И пространство И времени Российская империя Была Одной пятой Частью суши Советский союз Одной шестой Нынешний РФ Одна седьмая Чем дальше Мы отступаем От Бога Тем меньше Мы становимся Кто-то Из западных Ученых Изучая Нас Сказал Все страны Граничат Друг с другом А Россия Граничит С Богом Вернемся К вере Жизни Христианской И Господь Даст нам Еще больше Земли Чем когда-либо Было Не силой Оружия Россия Создавалась А силой Правды Утратили Правду Утратили И силу С Богом Победим Свободу Полковнику Квачкову Седьмой Пункт Жилье По себестоимости Для всех граждан И общедоступный Кредит На стандартный Сельский дом Или квартиру Не более 10% От средней зарплаты С рассрочкой На 30 лет Молодые семьи Получают бесплатное Государственное жилье С помощью С площадью В зависимости От числа детей Программа Обеспечения Граждан Жильем Реализуется Исходя из задачи Расселения Мегаполисов Простаивающий Недострой И пустующее Жилье Изымаются У собственника По себестоимости И передаются Прежде всего Проживающим В ветхом Аварийном Жилье Восьмой Пункт Нация Должна быть Умной Государственное Образование Снова становится Полностью Бесплатным Школы Приобретают Статус Местных Культурно-общественных Центров Вузы Региональных И общероссийских Единый Госэкзамен Отменяется Создается Альтернативная Система Поступления Вузы Через Российские Олимпиады Стипендия Студентов Не ниже Прожиточного Минимума Слово Предоставляется Евстифееву Сергею Алексеевичу Члену Штаба Русского Национального Фронта Приготовиться Павлу Васильеву Дорогие друзья В первую очередь Я хочу Высказать Благодарность Тем Кто Нам помог Финансово Провести Это мероприятие Своими Скромными Пожертвованиями Пожертвования Небольшие От 100 рублей До 2000 И Они не покрывают Тех затрат Но Очень важно Что Люди Внесшие Даже небольшой Вклад Они подтверждают Тем самым Подтверждают Приверженность Нашим Идеям И нашим Принципам Провозглашенным Русским Национальным Фронтом Это первое Второе Значит Так называемый Национальный Лидер Поднимает Россию С колен Уже более 15 лет Но она Никак не Поднимается Интересные Цифры Валовый Внутренний Продукт ВВП У нас На протяжении С 90-го Года По сегодняшний День Он Несколько Колеблется В ту или Другую Сторон Остается Примерно Постоянным Несмотря На Очень Большую Возросшую Возросшую Продажу Ресурсов За границу Что Что это Означает Мы Превратились В сырьевую Базу В это же Время Китай К примеру Нарастил Валовый Свой Внутренний Валовый Продукт В 27 Раз Вдумайтесь В эту Цифру Почему У нас Происходит Такое Топтание На месте Причин Две По крайней Мере Первая Причина Это Некомпетентность Власти Никто Включая Первого Руководителя И окружающих Его группу Непрофессионалы В ведении Хозяйства Они никогда Не занимались Материальным Производством Это первое Но второе Более важная Причина Состоит в том Что эти люди Не намерены И не хотят Создавать Крепкую Экономику Поднимать Государство Они озабочены Только одним Набиванием Карманов И наращиванием Собственного Благосостояния Наш народ Талантлив Вот один Из примеров Вы знаете Что погублены Практически Все отрасли Промышленности У нас была Мощная авиация И военная И гражданская Военная Еще кое-как Дышит Наши Пилоты Ассы Летают На старых Самолетах И показывают Чудеса А гражданская Авиация Полностью Умерла Как это было Сделано Это сделали Либералы К примеру В 1992 Году Был запущен В производство Самолет Ил-96 Это великолепный Крупнофюзеляжный Лайнер С дальностью Полета 11 тысяч Километров С грузоподъемностью 92 тонны Это великолепный Аппарат Значит Либералы Сделали Все Чтобы Убить Производство Этого Самолета Но Его параметры Оказались Столь Высоки Что Даже Сегодня Он оказался Востребованный И Министерство Обороны Разместило Заказ На его Изготовление Вот Представляете 22 года Мог бы Этот Лайнер Летать И Давать Прибыль Нашему Государству И Народу Сегодня В Кремле Такая Тихая Тихая Забоченность Плавно Перерастающая В панику Она Связана С тем Что Национальный Наш Лидер Уже Не может Удерживать Ситуацию Путинской Стабильности Приходит Конец Выдвигаются Новые Кандидатуры Типа Кудрин Шувалов Ну Еще Другие Их Можно Долго Перечислять Я Уверен Что Никто Из Присутствующих Не Одобрит Ни Одной Из Этих Кандидатур Россия Нужна Русская Власть Давайте Все Скажем Еще Раз Россия Русскую Власть Россия Русскую Власть Россия Русская Власть Россия Русская Власть Спасибо Сейчас Быстро Уже Заканчиваем Еще Чуть Потерпите Девятый Пункт Нация должна быть Здоровой Государственное Здоровоохранение Снова становится Полностью Бесплатным Вводится Обязательная Диспансеризация Населения Здоровительный Детский Спорт Становится Полностью Бесплатными Общедоступными Реализуется Программа Здоровое питание Вводятся ГОСТы На все продукты Питания Производство Некачественного Питания Расценивается Как преступление Перед народом И государством Вводится Монополия Государства На производство Спирта Общее Производство И ввоз Спиртосодержащих Печевых Продуктов В каждой Административной Единице Страны Ограничивается Условно Безопасной Нормой На душ Населения Восстанавливается Принудительное Лечение Алкоголиков Наркоманов И извращенцев Наркоторговцам И продавцам Фальшивых Лекарств Смертная Казнь Десятый Пункт Нация Должна Работать Все желающие Трудиться Обеспечиваются Рабочими Местами По специальности Включая Инвалидов Пенсионеров Студентов И школьников Минимальная Зарплата Не ниже Прожиточного Минимума Повышение Квалификации Обучение Рабочим Профессиям Со стипендии Не ниже Прожиточного Минимума Одиннадцатый Пункт Пенсии Итог Трудопоколения Размер Пенсии Исчисляется Как процент От ВВП С дифференциацией По трудовым Заслугам Но не выше Средней Зарплаты По стране И не ниже Прожиточного Минимума Двенадцатый Пункт Россия Непроходной Двор Прекращение Трудовой Иммиграции В Россию Высылка Из страны Недавних Иммигрантов Пересмотр Решения О наделении Гражданством Гражданства В России Только для лиц Имеющих С Россией Родовые И культурные Связи Свободно Говорящих На русском Языке Видом Ножительства И правом На работу В России Снабжаются Исключительно Зарубежные Соотечественники Потенциальные Граждане России Последний Выступающий Васильев Павел Варильевич Всем Принимаем Резолюцию Павел Васильев Координатор Русского Имперского Движения Московский Отдел Добрый день Русские люди С праздником Казанской Иконы Божьей Матери А также Четыреста Четвертая Годовщина Уже Освобождение Как его Называли Его Современники Выборный Человек Всея земли Кузьма Минин И князь Пожарский Которых Мы почему-то Никто Сегодня Так и не Вспомнили О том Что именно Им пришлось Во временном Военно-национальном Союзе Восстановить Порядок Убрав Самозванца И польско-литовско-шведских Людей Иноземском Соборе Нашем традиционном Политическом Сословно-представительном Органе Избрать Новую Династию Но что происходит Сегодня Когда Вот уже В следующем году Будет сто лет Как Нашей династии Бояр Романовых Нет у власти И соответственно Не наблюдаем ли мы То что происходило И 400 лет назад Отсутствие Законной власти И опять же Это самая связка С международными Олигархическими Структурами Которая Действительно Уже сто лет Вывозит Национальные Ресурсы Из нашей страны Расчленил ее На 15 Несуществующих Государственных Образований И соответственно Русский народ Сделал разделенным Народом Самым большим Народом Мира Можно сказать Долго ли мы Будем Продолжать Это Потворствование Этому состоянию Ибо Как сказано Нашими предками На земском Соборе 1113 года Верным быть До конца Роду Романовых А кто же пойдет Против всего Соборного постановления Царь Или патриарх Или всяк человек Да проклянется Он всем веке И в будущем И не будет На нем благословения От ныне И до века И вот смотрите 2 марта 1917 Наши недавние предки Пошли против этого Этой клятвы Нарушили И 2 марта 2017 Она исполняется И каково же наше Будет решение И состояние Наших умов И наших душ К этому моменту Тем более что Выстроенная за 100 лет Олигархия Собирается Пышно отмечать Столетие Великой Российской Революции А наше Сознание Не может простить Более 100 миллионов Умученных Красным террором Наших соотечественников И земляков Поэтому От нас с вами Зависит Сможем ли мы Стать достойными Выборного человека Всей земли Кузьмы Минина И князя Пожарского И повторить Их подвиг Благодарю за внимание Мы русские С нами Бог Замерзли Правительство национальных интересов Рано или поздно Будет сформировано Придет к власти Русская власть Будет установлена А нам нужно сделать Первые шаги В этом направлении Участники Русского национального марша 2016 года Выражают полное Недоверие правительству Ведущему страну В пропасть Стремятся К формированию Правительства Национальных интересов И переходу к нему Всей полноты власти Не признают Итогов Фальшивых выборов И полномочий Образованных ими Органов власти Стремятся К подлинному Народовластью И неотвратимой Ответственности Избранных Народных представителей Перед гражданами Требуют Ликвидации Олигархии И национализации Всей ее собственности Призывают К единству Русского народа Очищению Русского движения От провокаторов И борьбе За русскую Национальную власть Просят Всех честных людей О поддержке Русских Политических Заключенных И распространению Информации Отворимых В отношении Них беззакониях Наш общий лозунг Россия Русская власть Россия Русская власть Россия Русская власть На этом наш митинг Закончен Мы еще не раз Встретимся На русских Национальных Акциях Мы просим всех По мере сил Принимать в них Участие Поддерживать их Словом Делом И личным присутствием Смотрите Следите за нашими Информационными Сообщениями В сетях Обменивайтесь Информации Между собой Это текущая Повседневная Политическая Работа Без нее Мы никуда Не сдвинемся Этим надо Заниматься Повседневно И постоянно В меру сил Разумеется Которые есть У каждого Из нас И с Божьей помощью Мы власть Олигархи Преодолеем И установим Русскую Национальную власть Спасибо всем